И новости холодного ядерного симптома. В настоящий момент, на основании презентации 25 июля 2013 года, два исследователя опубликовали следующую статью. Значит, одного из них зовут Йон Ким, он из профессора университета Индианы. А второе, это с интересной говорящей фамилией, Джон Хаджи Христос. Хаджи, вы же знаете, на Хаджи называют людей, которые совершили паломничество, то есть Хаджи в Мекку. А потом Хаджи Христос, то есть на русский язык так она пишется. Он сам научный сотрудник, исследователь из группы Девкарион. Она греческо-канадская. Значит, история этой группы, она следующая, что Андрея Росси в свое время первый договор подписал, вроде бы, как с ними на производство вот этих самых вещей. Но потом они не сошлись почему-то, ценили в чем-то еще. И они расстались. Его все говорят, что они о его технологии, на самом деле, ничего не знают. А они утверждают, что они что-то там посканировали, что-то подумали, ухитрились это дело воспроизвести. И раз они ухитрились это дело воспроизвести, то получилось, значит, что они это знают, что они сделали практически промышленную установку и с ней начали работать. Какие новости в этом догладе содержатся? Содержатся две фундаментальных новости. Первая, она состоит в том, что в подобного рода реакторе, оказывается, возникают сильнейшие магнитные поля. Они говорят, что они с 0,9 Тесла возрастают до 0,6. А что такое Тесла? Это разъединится магнитной напряженности. Магнитик на холодильнике – это 1 миллионная Тесла. При 100 Теслах любое вещество начинает разрушаться. При 100 Тесла. И это достаточно сильные магнитные поля. Почему это очень интересно? Да потому что мы, благодаря этим сильным магнитным полям, возможно, что сможем добывать электричество, не нагревая воду. То есть, без посредничества теплогенераторов. Но, с другой стороны, все-таки, вот такие высокие магнитные поля, фиксируемые при 20 сантиметрах, собственно, от реактора, они представляют некоторую проблему. Не защита окружающей среды. Хотя там нет ни радиации, ничего. Это первый факт. Второй факт, о котором я хочу вам рассказать, он состоит в следующем. Что сбылась моя старая мечта. Она состояла в том, что генератор или катализатор росте заправили не природным никелем, который простоит, составляет из себя 5 видов изотопов. 5 видов разных. То есть, 58-й, 60-й, 61-й, 62-й, 64-й. Больше всего 58-го, 68-й процентов. 60-го, 26-й процентов. А они заправили каждым изотопом к отдельности. И получили интересный результат. Выяснилось, что подобного рода реакции идут во всех изотопах. 58-м, 60-м, 62-м, 64-м. Кроме 61-го. Что такое 61-й изотоп? Почему мне это очень близко? Я на самом деле это отчасти привел. Отчасти это привел. Почему? Потому что это так называемый мисбавровский изотоп. Что такое эффект мисбаврова? Эффект мисбаврова это на ядерном уровне то же самое, что флоресценция. Флоресценция называется следующий оптический эффект. Допустим, берем мы бутылку тоника, облучаем ее ультрафиолетовым светом, и она начинает светиться в темноте. Все видели флоресирующие, например, шарики. Люди цветокие приносили его. Подержишь, подержишь на свету, потом пронесешь в комнату фрюмлю, и он там светится. Как там? А фосфор? А? Фосфор. Ну, фосфор, он сам светится, я думаю. Как там происходит эффект? А происходит эффект, что свет, ну, наиболее классический, это свет натриевой лампы. Когда он спускается на определенную воду частоте, эта частота возбуждает соответствующие уровни в соседнем натрии, и потом происходит переизлучение. Да? То есть, какой частотой ты осветил, такая частота к тебе, как правило, возвращается. А с ультрафиолетом дело это обстоит следующим образом. Ты получаешь ультрафиолета, у тебя там переходит в возбужденное состояние, на более высокие энергетические уровни. Часть этой энергии тут же расходуется на тепловые колебания, а вторая часть этой энергии остается на возбуждении первого энергетического уровня. После этого электрон с первого энергетического уровня, первого возбужденного уровня падает в основное, и происходит излучение. И это излучение, понятно, что оно происходит с меньшей частотой, то есть не с меньшей частотой, а с меньшей энергией, чем было первоначально затрачено. Поэтому получается тот эффект облучения электрофиолетом, а светится он в видимом диабазоне. В чем парадокс Мисбаровского излучения? Парадокс Мисбаровского излучения состоит в другой особенности. Потому что когда у нас аналогичный эффект с ядрами происходит, их надо облучать уже очень жестким энергетическим потоком, то есть гамма-квантами. Когда мы облучаем их гамма-квантами, у нас происходит эффект отдачи. Например, мы облучили гамма-излучением какой-то атом, этот атом накопил себе эту энергию, и он должен ее излучить. Но помимо всего этого, происходит еще отдача, он излучает энергию, а через энергию приходит движение собственного ядра. Поэтому мы понимаем, что частота, с которой происходит у вас переизлучение, будет другая, чем те, которые ее облучили. Это кажется естественным и эффективным. Но на самом деле, в начале 50-х годов, точнее в конце 50-х годов, в Мисбаровском лаборатории был открыт следующий эффект. Для некоторых изотопов оказывается подобным водоизлучение без отдачи. То есть чем мы ее облучили, то нам оно и обратное дает. То есть отдачи ядра не происходит. В этом состоит эффект Мисбаровского. Парадокс этого эффекта в чем? В том, что, например, у железа куча изотопов. Много-много изотопов сети. Этот эффект наблюдается только для железа 57. То есть при определенном количестве нейтронных у тебя весь кристалл, который ты как бы облучаешь гамма-излучением, ведет себя как некое единое целое. А здесь он, получается, таким образом себя не ведет. И на этом основании, что у нас в никеле есть два мезуаруских изотопа, 61 и 63, и что не 61 изотопа оказывается благодаря работе группы дифкалюру, эффекта РОСИ не наблюдается, можно сказать, следующее предположение, что если мы возьмем изотоп 63-й никеля с периодом полураспада порядка 100 лет, то для него точно так же не будет работать катализатор РОСИ. Вот это предсказание, которое я хочу сегодня сделать, мне как раз и является содержанием моего москващего доклада. Все. То есть причем не будет? Да? Почему не будет? Ну почему-то. Ну что такое эффект мезбаврова, по большому счету? Считается в его теоретической основе, что импульс отдачи, он распределяется не на одно ядро для мезбавровского эффекта, а на всю решетку. Потом непонятно, почему для одних изотопов, ну, например, для никеля, 61-го, 63-го, он распределяется на всю решетку, а на соседних, ну, чем 62-го отличается от 61-го, с этой точки зрения. Ядро испытывает отдачу. У тебя резонанса мезбавровского не происходит. Мы видим странные эффекты, что для мезбавровского изотопа эффекта вот этого самого холодного ядерного синтеза нет. Для 58-го, 60-го есть, для 62-го, 64-го есть, для 61-го нет. Я думаю, что это каким-то образом связано с тем, что он является существенным мезбавровским. В смысле, что это тот же самый кристалл, это было бы разумно предположить. Поэтому я делаю следующую гипотезу. Я утверждаю, что для 63-го изотопа никеля этого эффекта тоже не будет. То есть катализатор РОСИ на 63-м никеле... А это тоже мезбавровский изотоп? Да. У никеля два мезбавровских изотопа. У меня нет ни одного. Это, между прочим, обращаю внимание... Да, нести нет. И есть такое кое-что? Никакого нету, в том-то и дело. Вот представьте себе ситуацию. Эффект мезбаврова. За него получена норвежская премиум мезбаврова. Да. На его основании построены мезбавровские спектроскопы. На этом основании. Ну, потому что ты кромишь, например, какой-нибудь там скотин он в 57-м изотопом железа, а потом смотришь, приверживаешь, куда он накопился. Ты с ним можешь проводить большое количество всевозможного исследования. Это очень важный эффект получается. То есть он имеет большое количество научно-фактических применений. Но при этом никто не понимает, почему эта вещь работает. То есть нет теории эффекта? Нету теории эффекта. Нету теории эффекта. Есть просто утверждение простое, которое сделает мезбавров, что в обычных изотопах идрой испытывает отдачу, а в мезбавровских изотопах у тебя все кристаллические решетки испытывают эту раздачу. Сколько она очень тяжелая, то ты в результате никакого сдвига, чистоты, гамма-излучения не происходит. Наверное, было много попыток объяснить. Не знаю. На сегодняшнем генеме нету. Я этим вопросом интересовался. Вот и все, как нам мезбавров это рассказал. Мезбавров в своей, вроде бы как, новой скоррекции рассказывает такую драматическую историю про эффект мезбавров. Он говорит, что, предположим, мы сидим на лодке и кидаем камень. И, разумеется, лодка поучная кинь, пусть мы на ней поедем. А теперь представьте себе, мы сидим на лодке, а лед кругом замерз. Опять кидаем камень, а лодка никуда не едет. Лед-то замерз. И нынешняя теория мезбавровская, она вот на этом уровне. Ничего другого нет. Как объяснить, почему это одни из отопок? Это вся решетка отдачи получает, а другие только один. Я тебе говорю, что никак. Теории нет. Вот у тебя в сердце ядерной физики, своей физики, находится подобный, влада, эффект мезбавровский, мезбавровский. До которого теории нет. За ее полученную выписку премия, устроено большое количество приборов всевозможных, где он выпускается и продается серийно, а теории нет. Более того, непонятно, что их так стокало. Там 87 изотопов, ну, там около 90. И все. Полностью исследовали на мезбавровский эффект. У тебя там 20 изотопов железа, а в 57 мезбавровский эффект. Чем он отличается? Я честно на них смотрел, думал, он такой ядерный, спинковый, бутылку. Нет, нельзя понять. Почему так? Я этот мезбавровский эффект, самое главное, сдавал раза три за время обучения. Мне как бы и в голову не приходило, вот как мы, блин, учимся, да? Сдал и забыл. Там же, я помню, теория была вот эта, самая, что вся грешетка испытывает отдачу, поэтому ничего нет. А объясни мне, почему для одного изотопа есть, а для другого нет, такого нету. Я ее сдавал в этом. В общей физике, думаю, в атомной физике, в оптике наверняка сдавал. И сдавал в этот квантре, в механике. Трежды сдавал. А этого... Ну, это же фундаментально в броке. Да, фундаментально. То есть он скелетов был непроявлен. Был этот проявлен преподаватель, когда-то непонятно. Люди его теорию излагают какую-то, но вот она остается на полуфемиологическом случае. Ну, как вот этого понять? Техники всякие настроили, спектрометры всевозможны. Ну, потому что, согласитесь, что это мощнейшая вещь. Обычно, это... Обычно этот гамма-всплес, он очень такой узенький, тоненький, да? Если тебе ядро испытывает отдачу, то у тебя частота его сильно смещается. А тут, каким облучим, такой тебе отдали. Хотя ядро должно испытать отдачу. Оно не испытывает. Просто обратите внимание, насколько на этом эффекте можно посмотреть, насколько кризисна современная физика, по большому счету. Потому что у тебя в сердце, в самом основании, в конце 50-х годов, имели яркий эффект, воспроизведенный миллионами, миллионами, да, миллионами, группы всему миру, на нем строили серийные приборы, и теория его отсутствует. Повторяю. А, и в оптике же нет аналога эффектами с Бао. Да. Ну, в каком-то смысле есть даже, наверное. Почему? А у них там, знаешь, за счет чего в оптике? А у них частоты маленькие, нет, у них все один эффект без Бао, я правильно бы сказал. Почему? Потому что если ты натрием возбудишь, у тебя же это излучение натрия световой диапазон, но очень маленький. Ты атом с такой маленькой натрием вообще не сдвинешь. Атом по отношению к этому эффекту обладает бесконечной большой массой. Поэтому каким-то его возбудил этот атом, в котором в мире отразился. У тебя похожая бы вещь наблюдалась, если бы был бы компромовский эффект. Помнишь? Компромовский эффект, ты берешь ангеновское излучение, уже очень энергетичное, хотя и не гамма. Посмотришь его в электрон, электрон испытывает отдачу, после этого, в зависимости от того, по каким уголам ты смотришь, у тебя частота отраженного сигнала, то есть вот это другая. То есть компромовским эффектом есть еще своя фишка, удивительная тоже, в самом деле. Но не о том, не о том речь. Там же, в чем там дело? Там было бы интересно, если это был бы аналог эффекта Мисбао, или оптического, для электрона, в общем. То есть иногда светишь, скажем, по электрону, а он тебе тем же самым ставишь, если только тебе отражается. Нет, ну ядра, как бы ядра объединены в решетку, а электроны-то. Да, поэтому его нет. А здесь вот они... А в рентгеновской области интересно, что там, что там стоит. Там, наверное, рентгеновская область, то есть ты облучаешь рентгеновским фотоном, атом, в принципе, он уже может почувствовать, толчок. Ну, не знаю, теоретически это может, но чего? Энергии этого очень мало, после нас гамма-кванта. Сотые, тысячные, миллионы. Там, наверное, гигаэлектровольты десятки, поставляешь? Для энергии. Порядки величинств, может, что? Как, где гигаэлектрон, вольт, это смысле, именно гамма-квант? Да, да, да. Десятки. Не путаешь. Ну, может быть, я путаю, не знаю. Это же гигаэлектрон-вольт, масса, там, масса протона 2 ГР. Ой, я ГР сказал, не гигаэлектрон-вольт, а электрон-вольт. Электрон-вольт. Десятки электрон-вольт. Десятки электрон-вольт. Путаю, конечно. Это я гига, для красоты сказал просто. Потом задумался, что я сказал там, электрон-вольт. Десятки электрон-вольт. Четырнадцатки электрон-вольт. Путаю. Ну, просто слово, со словом гига, оно звучит пассивее, да? Гигаэлектрон-вольт. Вот. То есть, вот такая вот интересная вещь, про которую я хотел сегодня сегодня рассказать. Значит, мы получили два фундаментальных результата. Первое, фундаментальные результата состоит в нищии сильного магнитного поля в окрестных сетях установки РОСИ, в ее исполнении дифкалиона. И второе, что получается, что не все изотопы никеля участвуют в этой реакции. По сторонам сечения обстоятельств выяснилось, что единственный стабильный изотоп никеля 61-го в этом эффекте участие своего не принимает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова